В седьмом видео из текущего плейлиста, если кто забыл, я собрал методом search видео, релевантные запросу раздельный сбор. Раздельный сбор отходов имелся ввиду. Собрал видео по теме раздельный сбор. Тысяча с лишним видео благодаря пересортировке, благодаря сегментированию временных периодов, но собранная информация не полна. Здесь нет почти никакой статистики, а хотелось бы. И всякая дополнительная информация тоже есть на ютюбе, но метод search ее не выдает. Ее выдает метод videos. Посетим страничку этого метода. Начнем, как обычно, с developers. Чуть вниз. YouTube. Чуть вниз. Reference. Метод videos. Слева, внизу. Overview. List. Insert. Update. И еще много методов. Но все они, кроме лист, нужны разработчикам, чтобы что-то делать с видео. А лист это для нас, лист следователей. Сколько стоит? Одну квоту. Это радует. Сворачиваю API Explorer, чтобы удобнее читать. Логика очень похожа на работу с методом channels. Позволяет собрать каналы с детальной информацией о них. А видео с детальной информацией о них. Прокручиваю вниз. И, как обычно, первым аргументом запроса выступает part. И part, как обычно, содержит snippet и много других характеристик. Как обычно, почитать об этих характеристиках можно в разделе Overview. Прокручиваю вниз. Табличка Properties. И все, что начинается со snippet, выдается как раз, если указать snippet в аргументе part. Дата и время публикации видео. Это у нас уже есть, кстати. ID-канал, на котором видео опубликовано. Название, описание, информация о картинках, относящихся к видео. Название канала, к которому относится видео. Теги. У канала есть тоже что-то похожее. У канала это называется Keywords, а здесь Tags. ID-категории, которые относятся к видео, полезны для возможности группировки 1 и дальнейшего поиска, углубленного поиска 2. Параметр, который показывает, предполагается ли прямой эфир. Да, нет или будущий. Язык по умолчанию. Локализация. Про локализацию уже немного говорили. В частности, про параметр, технический параметр HL. Я ими не пользуюсь. Все еще не пользуюсь. Локализованные. Название и описание. Вот дальше поинтереснее. Длительность. Смотрите, в каком формате записывается длительность. Причем формат несколько различается для видео, которые длятся дольше часа и менее часа. Можно ознакомиться. Здесь расписано, как различается запись формата. 3D или 2D. HD или SD. Это не очень интересно. License. Ограничения. Вот бывает, что в различных странах и регионах показ видео ограничен. Вот информация как раз об этом. И, в общем, про то же самое. Но уже списком, где видео можно показывать, где видео нельзя показывать. И вот название контент-рейтинг. Но это не совсем про рейтинг. Это про возрастные ограничения. Для разных стран разные системы возрастных ограничений. И здесь все эти системы, которые работают на YouTube, они все здесь описаны. Их очень много. Очень-очень-очень-очень-очень много. Но в каких-то исследованиях это может быть полезно. Кстати, заметите, что я перешел уже от snippet к контент-детейлз. А контент-детейлз это как раз первое значение по алфавиту. Первое значение аргумента part. То есть я рассмотрел, что выдает метод для значения snippet. Это уже перешел к рассмотрению, что выдает метод для значения контент-детейлз. Если указать контент-детейлз в запросе. Конечно, я буду его указывать. Потому что полезная информация есть внутри. Возвращаюсь. Через Ctrl-Leif найду. Все уже проговорил. Подходим к завершению рейтингов. Дальше будет уже короче. Видите, очень много рейтингов. Очень-очень много. Вот, наконец, статус. Статус это следующее значение, которое может быть задано внутри аргумента part. Здесь они идут по алфавиту, а в overview они идут не по алфавиту. Можно запутаться. Возвращаясь к overview, к статусу. Вы видите, что содержимое этого параметра, пожалуй, не очень интересно. Почему оно не загрузилось. Причина отказа в каких-то исследованиях может быть полезна, но я такими не занимался. Можно ли его встраивать в примерные другие сайты? Для детей или нет ли? И вот один из ключевых параметров statistics. Количество просмотров, лайков, дизлайков. Параметр уже не работает. Количество комментариев. Причем, замерьте, для видео количество комментариев работает. А для канала количество комментариев подключено. Но можно, посмотрев, какие видео на канале и сколько комментариев у каждого видео, посчитать суммарную популярность канала с точки зрения комментариев. Еще технические детали. Вот topic details. Topic details – это тоже значение аргумента part. Смотрите, перехожу в раздел «Лист», включиваю вниз. Topic details. Пожалуйста. Здесь мы по альфориту последний. Но в overview он не последний. Возвращаюсь в overview. Крис, контроль-ф, нахожу. Topic details. Вот здесь есть Topics ID. С ними мы уже встречались в выдаче метода «Channels». Их можно использовать для углубления поисков. Topic categories. И вот дальше «Recording details». Информация о локации, дате, адресе. Это может быть интересно, но не в моем исследовании. Я привязываюсь к языку запроса, к русскому языку, и саму содержанию запроса. Поэтому мне эта дополнительная информация не очень нужна. И даже широта и логота есть. Даже есть следующий параметр, который тоже задается в парт, это «file details». Тоже технические, еще более технические характеристики, с вашего позволения. Я пропущу. Их много. «File details», «file details», «file details». «Rassessing details». Ну, видите, тоже технический параметр. «File details». Много всяких деталей процессинга. «Suggestions». Но они в любом случае «suggestions». Предложения со стороны YouTube. Они доступны только в случае полной авторизации и разрешения доступа со стороны «Owner». Видео-Оwner. Но я не прибегаю к полной авторизации, тем более не обращаюсь к Видео-Оwner. Поэтому про листовую. «Livestream details». Ну вот, пожалуй, и все. Это все параметры выдачи, которые задаются внутри «part». Внутри аргумента «part». Вот все это я просмотрел. Вы видите, большая часть из тех значений, которые можно задать, дадут техническую информацию. Поэтому я далеко не все из них включу в свой запрос. Что я включу? Я включу «content details». Так уж и выключу локализацию. Сникнет, конечно, включу. Обязательно «statistics» включу. Ну, статус «пусть» тоже будет. Пусть будет. И «topic details» включу. Другие аргументы. «Chart». Если я хочу посмотреть популярные. Но нет, потому что я буду брать все равно по ID. Поэтому я возьму вот этот аргумент ID как раз возьму и впишу ID взятый из экселевского файла, который уже показывал первое видео, которое у меня в выдаче метода search. Возьму ID этого видео. «Okeith» нет. «Max Head» нет. «Max Head» нет. «Max Head» — «100». «50». Хотя у меня сейчас будет только один результат, но в дальнейшем-то я буду сразу много ID подавать. «Max Head» нет. «My Rating» тоже нет. «Tosh Token» нет. Я думаю, вы узнаете эти аргументы, если смотрели предыдущие видео из текущего плейеста. Код региона нет. Категория нет. Можно запускать. Авторизуюсь в своем аккаунте. Разрешу. Результат выдачи имеет код 200. Все прошло успешно. Посмотрю код. Аргументы. Код для Пайтона справа. Копирую его. Вставляю в Jupiter ноутбук. Вставил. Обычно, если я запущу запрос из этого чанка, будет отклонен. Пожалуйста. Потому что я не произвел полную авторизацию. Снова. Как и в прошлых видео. Из всего, что здесь есть, я забираю только строчки для запроса. Только они мне потребуются. И вставляю в шестой чанк. Я взял тот файл, в котором работал с методом Channels. И здесь все очень то же самое. Чанк, который позволяет менять Type, то есть Channel or Video. Импортирование модуля Google API Client Discovery. Обращение к этому модулю. И ключ авторизации. Все осталось прежним. И вот только запрос содержит метод Videos. И характерный для этого метода значение аргумента Part. Вот все запущенные чанки помечены как запущенные, потому что как раз я взял как макет файл для работы с Channels, продублировал его. Можно сделать MakeCopy. Так я это сделал. Переименовал уже как Videos. Очищу. Все выдачу. И заново пройдусь. Первый чанк мне не нужен. Я его переведу в формат Markdown. Поскольку теперь я работаю с видео, я раскомментирую Type, равно Video и закомментирую Type, равно Channel. Запускаю. 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 И вот шестой чанк запускаю. Предупреждения ошибок нет. Хорошо. Скорее всего, все сработало. Запускаю седьмой чанк. Видео с названием «Еноты-барабанщики сортируют мусор». Можно немножко посмотреть на это видео. Возвращайте браузер. И вот здесь «Еноты-барабанщики». видите можно еще посмотреть при ноут но не будем вернуться мой скрипт осталось самая малость взять язык сельского файла то есть отсюда все айди 1100 с лишним и по ним подать запросы процедура очень похожа на то что я делал с методом channels только еще проще потому что здесь не придется объединять таблицы все эти берутся из одной таблицы импортирую пандус чтобы поработать с таблицей обращаюсь таблицы проверю что все нормально таблицы есть а дальше ошибка почему ошибка потому что когда я формирую список и пытаюсь обратиться к столбцу с не под . видео айди а здесь нет такого столбца потому что с не подчинал айди айди видео находится столбце айди . видео айди поэтому здесь надо поменять и перезапустить посмотрите весь список сразу готов можно его подавать посмотрим сколько в нем еще сто пять скорее всего это уникальный я же раньше проверял чтобы не было дубликатов но на всякий случай до уникальный эту конструкцию я объясню в прошлом видео теперь подам первый 50 айди запрос такой же как чанки 6 там где подавал только один айди ошибок нет то есть таблица прекрасно теперь надо пройтись по всем айди цикл такой же как был скрипте в предыдущем видео теперь я обращаюсь не к ченнелс айди лист видео с один лист такая же здесь особенность использование range что шаг 50 остановится он когда достигнет числа равного длине списка с видео айди счетчик запускаю получил ошибку потому что я назвал в этом чанке случайно свой список видео с один лист а до этого у меня список называется видео без с один лист надо исправить видео один лист но метод видео с поэтому теперь должно сработать до визуализация очевидно когда будет операция 1100 цикл остановится я создал новую папку внутри раздельный сбор папка называется видео раздельный сбор у меня были каналы видео раздельный сбор телести видео раздельный сбор в этой папке у меня уже есть файлы разные как раз при помощи любого из этих файлов можно автоматически получить адрес куда я буду сохранять свой файл беру любой из этих файлов правой кнопкой мыши выбираю свойства внутри нахожу опцию расположения копирую ее возвращаясь в скрипт и на старое место которое осталось еще тех пороки работал с методом channels оставляю новый адрес также я вот сюда сделал вставочку type скрипте для channels здесь просто было написано про каналы а теперь более универсально здесь появится про нижние подчеркни и видео по платы на латыни и прошлом видео я объясню как работает про иглор экспрессии то что подробно объяснил это очень непростой пакет в данном случае он не нужен просто для того чтобы заменить одинарный флеш над вами можно и вручную но это не технологично импортирую запускаю да здесь есть некоторые предупреждения но ничего страшного предупреждение связаны с длинными url ничего страшного перехожу файл кто-то экселевский файл который только что создал вот он про видео здесь очень много столбиков с некоторыми из них я уже имел дело электронная метка это айди я выделил весь диапазон зажав control shift покладки данный выбыл фильтр теперь все столбцы нет кнопочку чтобы отбирать какие-то конкретные значения кроме того я покрасил заголовки столбцов чтобы визуально сгруппировать эти столбцы уже были в выдаче метода search также был и айди канала которому принадлежит видео также теперь в этой выдаче есть и название канала которому принадлежит видео при желании можно оценить популярность каждого канала и добавить сюда столбцы описывающий популярность каждого канала которому принадлежит видео и тоже использовать эту информацию для для оценки того как аудитория восприняла видео также есть много картинок связанных с видео разного размера ссылки на эти картинки они могут быть интересны если применить компьютерное зрение для автоматизированного или полуавтоматизированного выяснения того что находится на этих картинках это очень перспективное направление анализа хотя и трудоемкая теги и категории которым относится видео здесь номера категория дальше причем заметно дальше ссылки на википедию в которых эти категории расшифровываются вот например первое видео моем списке это категория развлечения второе общество то есть развлечение 29 категория 25 категория это общество эти категории можно использовать для группировки видео однородных видео относящихся к одной категории а также для дальнейшего поиска в интересующих категориях например если вы узнаете что больше всего релевантных вашей теме видео находится 25 категории то можно дальше выгрузить какое-то количество других видео относящихся к 25 категории также есть топик айди который тоже позволяет углублять анализ и дальнейший поиск и конечно теги по тегам тоже можно группировать видео а можно искать другие видео по тем же тегом здесь много технических характеристик я их не расцвечивал но есть характеристика длина видео например это видео длится 30 секунд это 12 минут 30 секунд учитывая что просмотры видео могут быть связаны с его длительностью это тоже важная характеристика статус видео а именно предназначена ли она для детей в моем случае это интересно потому что большинство как мы видим не предназначены но есть и предназначенные для детей видео и можно смотреть разницу содержимого тех и других а также эффективность тех и других количественные характеристики количество просмотров количество лайков количество дизлайков количество комментариев сейчас у меня все эти числа воспринимаются экселем не как числа я выделю эти столбцы и нажав на этот значок преобразую в числа давайте посмотрим какое видео получила больше всего дизлайков оставлю только то который получила 3337 дизлайков интересно же при том что лайков не сильно больше и 0 комментариев и почти 800 тысяч просмотров что же это за видео сортирую мусор спасай планету супер ее детские песенки относится ли это видео категории для детей до относится сколько она длится 26 минут целиком мы его не посмотрим публиковано на канале супер ее детские песенки перехожу в браузер вставляю после знак равно айди этого видео запускаю как-то так все остальные столбцы включают технические характеристики а также указание на локализацию если локализация есть то отдельные элементы типа заголовка описания для региона локализации а также контент рейтинг данного видео нет рейтинга подытоживая эти характеристики можно использовать для того чтобы подробно описать уже собранные видео сгруппировать их в несколько однородных групп каждую из них тоже можно описать то есть речь о кластеризации или сегментирования можно работать и с количественными характеристиками из текстовыми кроме того многие из имеющихся характеристик можно использовать для того чтобы продолжить поиск и дополнить базу собранных видео и базу собранных каналов breveст있ать про документов технологии Продолжение следует...